добрый вечер мы снова встречаемся во время войны это бросает некоторые от свет или тень как раз на тот материал который мы учим изучаем этот материал сущность при том что он доступен мало кто из такой широкой публики читает эти тексты как еврейской так и христианской не то чтобы эти тексты забыты но они как бы находятся на некоторой периферии а между тем это первоисточник касающийся исторических событий столь важных как конкретно в истории народа израиля так и как сегодня модно говорить в геополитическом плане потому что на самом деле события эти изменили достаточно кардинальным образом на целое столетие историю ближнего востока я напомню вам что мы читали обсуждали историю о очищении храма обсуждали также о том какой мере эта история отражена и как именно эта история отражена формистических источниках а после этого мы начали читать в пятой главе историю о том как иуда с одной стороны его старший брат симон или шимон с другой стороны помогали евреям которые находились в заярдане и мы прочли о том как шимон спасал евреев находившихся галилеи и в общем дошли до места с которого начинается история иуды а вот с этого места история о том как иуда воевал за иордане а это мы сейчас прочтем как бы и я надеюсь что мы успеем сегодня поговорить об еще одном сюжете который поставлен заголовок а вторая тема две смерти это уже шестая глава вот но начнем с главы 5 я открываю файл вот собственно говоря то место где мы находимся иуда макабей и ионатан брат его перешли иорданы совершили трехдневный путь в пустыне причем ионатан фигура очень значительная ведь ионатан то и будет тот кто сменит иуду когда иуда погибнет ионатан фактически будет первым признанным первосвященником и главой еще не хасманийского государства но какой-то некой формы автономного существования евреев уже независимых столь явным образом от селевкидского царства так вот сейчас иуда и ионатан действуют вместе вместе переправляются за иордане про проходит там трехдневный путь по пустыне где их встречают набатей набатей это вообще племя арабского происхождения которые в частности привели к окончательному уходу народа и дом остатков этого народа на западный берег иордана и их распространение вплоть до хеврон вот это было довольно могущественное образование которая простиралась от территории сегодняшней иордании до территории сегодняшней сирии дамаска вот они занимались торговлей по всей видимости да есть набатейские надписи которые до нас дошли они писали как раз арамейские по-арамейски при том что они были арабского племена арабского происхождения здесь судя по всему подразумевается набатейские купцы которые повторяю занимались набатей занимались торговлей и вот у них с иудой как раз очень хорошие отношения а это странно читать на фоне того что с чем мы сталкиваемся сегодня когда говорим о взаимоотношениях окружающих израиль арабов вот и они рассказывают иудеи ионатану что многие из иудеев находятся в ассаде там называет ряд мест мы на самом деле с трудом можем каким-то образом идентифицировать эти места но понятно что это места которые находятся в заярдане на какие-то города того времени не проблема в том что они нигде больше не упоминаются значит и вот как сказано здесь в этих укрепленных городах и в прочих городах гелада на голода гелада исходно согласно торе это наследие одного из колен израиля и вот там они находятся в ассаде завтра назначено напасть на эти укрепления взять их и погубить всех их в один день мы на самом деле не знаем с чем с чем связано такое решение нас его в общем не так легко верифицировать было не было но как бы по сюжету книги можно предположить что это как бы некоторая мера направленная против иуды на который преуспевает своих своей освободительной войне и по всей видимости на что принимается такое решение которое опять же напоминает нам отчасти то что происходит на то что происходит сегодня фактически эти люди оказываются как он смысле заложниками и их решение их погубить поэтому иуда вместе со своим войском направляет свой путь в пустыню вот как одному из этих мест вассора взял этот город избил весь муж всех мужчина стрием меча и взял все добычи их и сжег огнем опять же было или не было но понятно что то как это описывается основано на подобных описаниях которые нам известны из библейских текстов таких книгах как иошуа таких книгах как шмуэль победы иошуа беннуна победы победы давида и вот он оттуда отправляется ночью идет до укрепления когда же нас тут настало утро они поднимают глаза и вот народ многочисленный которому числа не было поднимают лестницы и машины чтобы взять укрепление осаждают бывших нем то есть иуда нападает на заведомо более сильного противника опять же какой как бы очевидный библейский мотив малыми силами можно победить многочисленных противников если с тобой бог увидел же иуда что началась битва вопль города вопль города восходил на небо трубами и громким криком и сказал воинам сражайтесь теперь за братьев своих сражайтесь теперь за братьев своих обошел врагов с тыла с тремя отрядами затрубили в трубы и воскликнули с молитвой а то есть как бы опять же война описывается по библейски значит есть конечно в танахе описание где все вообще ограничивается только в трублением труб и победоносными возгласами и таким образом достигается победа над врагами здесь картина более реалистическая значит как бы автор описывает известные ему события он знает что как бы происходил бой но при этом он старается ориентироваться на библейские образцы а и понятно ему что залог победы в обращении богу и сразу же после этой молитвы что мы видим побег многочисленного войска врагов узнала войска тимофея он был упомянут начале главы это маковей и побежали от лица его и он поразил их великим поражением и пала из них в этот день до 8000 до 8000 мужей что прерывается моря ты нажал случайный и отключил свой звук ну вот что здесь начале в ассор упоминает городов которые заперты евреи еврейский город а потом это действительно действительно не ясный не ясный момент здесь вообще 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 этот город вот единственный из всех кто упомянут бассора он известен нам еще и по телеомарнским документам то есть еще с 14 века до новой эры вот и в какой-то момент в какой-то момент он становится как бы некоторым после того что император троян присоединил на батейское царство к риму он становится столицей провинции каменистой аравии вот теперь действительно здесь есть некая странность значит единственное что мы можем понять это что возможно в этом городе в бассоре находились не только евреи но находились и их враги то есть это был смешанный город не специальный еврейский город то есть по всей видимости некоторые из этих мест действительно были в осаде которую организовали противники евреев а некоторые видимо были смешанные поселения смешанные города которым в которых тоже грозила евреям смерть вот то есть это единственный в общем способ объяснить эту странность действительно это выглядит достаточно странно вот как раз следующий эпизод который мы читаем там действительно очевидно что осаждается город осаждается город не и время а внутри находится евреи и таким образом иуда спасает и заметьте что он после этого приходит в еще одно место которое здесь называется значит она не была упомян не было упомянуто предыдущем списке называется масс файл правильная правильнее на самом деле правильнее на самом деле здесь читать есть как бы разночтение некоторые читают здесь алим как раз один действительно из городов который был списке в 26 стихе вот некоторые некоторые читают здесь вот это название которое появляется здесь масс фани очень понятно вот но и и этот населенный пункт постигает та же судьба что и басора да то есть очевидно что это что это город в котором находятся противники евреев и и его он уничтожает а также он захватывает еще несколько городов которые опять же некоторые из них были упомянуты в 26 стихе в списке значит басор тот же самый который уже был дважды который он уже уничтожил значит значит дело вот в чем тут есть два города один один называется басор басор и и там в греческом тексте двойное 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 и есть басора с одним значит первое что он захватывает первое что иуда захватывает это вот тот который с двойным басор просто проблема в том что здесь транслитерация не очень точная а затем второй город значит точное место нахождения этого второго города повторяю не очень известно вот география здесь вообще как бы оставляет желать лучшего и многие как бы названия повторяю не поддаются четкой четкой идентификации здесь вот это значит он захватывает эти города захватывает эти города после чего его главный противник тимофей собирает новый отряд и разбивает стан как тут написано напротив рафона на другой стороне другой стороне потока значит опять же мы не знаем что такое этот рафон в точности но мы знаем что действительно на севере заяродания находилась некая то ли деревня то ли небольшой городок который позднее назывался рафна вот значит во всяком случае это находится рядом с каким то потоком и и когда иуда хочет осмотреть войско которое против ему противостоит ему объясняет что собрались тут все окружающие нас язычники сила весьма многочисленная и они наняли в помощь себе они наняли в помощь себе аравитян то есть арабов которые находятся как раз кочуют в этих местах и расположились станом за потоком будучи готовы идти против тебя войной пошел иуда навстречу им тогда тимофей 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 как бы говорит такую фразу которая может напомнить нам еще один библейский текст тогда тимофей сказал своим военачальникам когда иуда и войско его приближались к потоку воды если он перейдет к нам прежде то мы не в силах будем устоять против него ибо он превозможит нас если же он убоится и расположится расположится станом по ту сторону потока то мы перейдем к нему и превозможим его то есть с одной стороны это может выглядеть как некоторая как бы логическая цепочка с другой стороны это может выглядеть как знак в зависимости от поведения иуды мы можем понять победим мы или нет это напоминает историю которую мы уже в свое время обсуждали она находится в Гешмуэль в первой ее части там где рассказывается о битве между Йонатаном сыном Шауля и его оруженовцем и филистинским форпостом и там правда как бы вот этот знак исходит от позитивных героев Йонатан говорит так если они скажут когда мы будем к ним приближаться стойте пока мы не не дойдем до вас то мы тогда не будем подниматься к ним а если они скажут поднимайтесь к нам то мы тогда поднимемся ибо это значит что Господь отдал нам их в наши руки значит вот это как бы ситуация по определенному поведению соперника понять что нас ожидает это как бы автор маковейской книги судя по всему берет из библейского текста только вкладывает в уста как раз противника еврея что же происходит мы уже можем догадаться что Йуда конечно переправится и поэтому одержит победу во всяком случае то что написано здесь как мы видим как только подошел Йуда к потоку воды то поставил при потоке песцов и приказал им не оставляйте ни одного человека в стане пусть все идут в сражение пусть все идут в сражение то есть это как бы некая общенародная война от которой никому невозможно уклониться не может быть никаких причин для этого то есть они заведомо заведомо отвергаются все должны участвовать в отличие от того что мы находим в книге второзакония в книге дворим где есть как бы определенная градация кто может оставить войско и вернуться по разным причинам здесь все должны принять участие в бою и переправился к ним первый и весь народ за ним и сокрушены были перед лицом его все язычники и бросили оружие свое и убежали в капище которое было в Карнайне Карнайне это опять же город который упомянут был в 26 стихе в списке тех городов которые которые угрожали евреям и в некоторых из которых находились евреев судя по всему в качестве своего рода заложников мы видим что и здесь иуда действует тем же способом взяли они этот город сожгли огнем капище со всеми находившимися в нем то есть местное святилище было сожжено и побежден был Карнайн и не мог более противостоять иуде опять же я еще раз подчеркну вполне вероятно что текст этот рассказывает историю которая имела место реально происходило иуда воевал за Иордани судя по всему у нас нет никаких оснований в этом сомневаться но то как описывает автор эту войну показывает нам что он стремится представить иуду как библейского героя как его шоу Беннуна как Йонатана сына Шауля в каких-то местах как Давида как мы видели то есть это постоянно его стратегия и собрал иуда всех израильтян находившихся в Галааде от малого до большого и жёнок и детей и их имущество очень большое ополчение чтобы идти в землю иудейскую чтобы их вернуть чтобы их вернуть чтобы их вернуть и они подходят к месту которое называется здесь Эфрон это укреплённый город по дороге из Гелада к мосту через Ярдан его он упоминается во второй маковейские книги и его упоминает римский историк полибий это был как тут сказано большой город весьма укреплённый на пути невозможно было уклониться от него ни вправо ни влево надо было пройти посреди него а жители заперлись в нём и ворота завалили конями иуда послал к ним с мирным предложением мы пройдём по земле вашей чтобы идти нам в землю нашу никто не обидит вас только ногами нашими пройдём но они не захотели отворить ему и снова да всякий кто как бы вспоминает библейские тексты немедленно у него возникнет ассоциация с рассказом который находится в Торе книги Бамидбар где в двадцатой главе повествуется о том как Муше посылает посланцев к царю и дома там речь идёт о царе и дома и он говорит ему рассказывает рассказывает о том как Израиль выходил из Египта дальше говорит мы пройдём по твоей земле будем идти не затрагивая твоих полей и виноградников и не забирая твоей воды пойдём просто по центральной дороге не сворачивая ни вправо не сворачивая ни вправо ни влево ровно то что написано здесь только дай нам пройти на это последовал категорический отказ и вплоть до того что царь и дома со своим войском вышел на встречу народа Израиля с мечом и Израиль был вынужден уклониться от своего пути значит что же происходит здесь здесь с одной стороны происходит нечто подобное значит жители эфрона отказали отказали иуде в возможности пройти через их город чтобы перейти Иордан что делает иуда он не уклоняется от своего пути а что делает тогда иуда приказал объявить в ополчении чтобы каждый ополчился на своем месте ополчились воины осаждали город весь тот день и всю ночь и сдался город в руки его и опять и побил он весь мужской полострем меча и до основания разрушил город и взял добычу его и прошел через город поубитым опять таки почти сразу же вслед за историей с Идомом в книге Бамидбар которую я прочел рассказывается подобная история о том как Израиль пытался пройти через земли царя Сихона царя Имарейского и опять же просил возможность пройти через его земли не вступая в конфликт это не удалось сделать и тогда произошла война в результате которой как сказано Израиль перебил имарейца мечом и захватил его землю то есть вещи весьма похожие на те которые мы читаем здесь далее и переправились через Иордан на великую равнину на большую равнину напротив Бетшана то место которое сегодня называется Бетшан и собирал иуда отставших и ободрял народ в продолжении всего пути доколе не пришли в землю иудейскую то есть в этом кусочке в этом отрывке иуда выглядит как второй муше и они приходят в храмовой горе в результате в Иерусалим и взошли на гору Сион напоминаю что под гору Сион здесь как и в Танахе подразумевается храмовая гора с весельями и радостью и принесли всесожжение потому что никто не пал из них до самого возвращения в мире теперь я вам напоминаю что когда вся эта военная кампания началась то иуда распорядился следующим образом он сказал своему брату Симону идти воевать в Галилею сам с Енатаном отправился в Гелат в Заярдане а в Иудеи оставил двух человек мы не знаем точно кто они Иосип сын Захария и Азария и сказал им стойте во главе этого народа не вступайте в битву язычниками пока мы не вернемся уже из этого мы могли сделать вывод что видимо это та винтовка которая то ружье которое выстрелит в конце пьесы то есть если он дает им такое распоряжение видимо что то здесь не сработает и в самом деле вот что мы читаем услышали Иосиф Иосиф в греческом тексте сын Захария и Азария военачальники о славных воинских воинских подвигах совершенных ими то есть Иудой и Симоном и сказали сделаем им мы себе имя пойдем воевать с язычниками окружающими нас так так объявили они бывшему пених войску и пошли в явны и вышел оттуда греческий военачальник Горги из города воины ему навстречу им на сражение и обратили их в бегство победили обратившись в бегство Иосиф и Азария были преследуемы до пределов иудеи и пали в этот день из народа израильского до двух тысяч мужей и было великое замешательство в народе израильском потому что не послушаясь иуды и братьев его мечтая показать храбрость то есть опять же вполне возможно что это поражение реально имело место но здесь оно получает как бы такое историасовское объяснение историасовское в чем-то даже теологическое когда вождь ведет свое войско с именем Бога на устах ведя освободительную войну и не будучи преследуемым никакими эгоистическими мотивами личной славой почетом тогда он побеждает но лишь только во главу угла ставятся какие-то личные амбиции это приводит к неименуемому поражению и отметим также что автор первой маковейской книги опять же старается как бы описывать все в достаточно такой реалистической манере он не говорит здесь что Бог вмешался и поразил войско Иосифа и Азарию я говорю это потому что так будет во второй маковейской книге вот там будут именно такие описания прямое непосредственное вмешательство Бога здесь это все носит такой реалистический характер но при этом достаточно ясно что за ним стоит кроме того как он объясняет здесь в следующем стихе что эти люди Иосиф и Азари не были от семени тех мужей руке которых предоставлено спасение Израиля то есть они не принадлежали к семье к семье хасманеев и поэтому как бы они не могли на самом деле одержать победу им это как бы что называется Богом не было предназначено а они как бы по собственному почину и желая обрести почет и славу они решили подменить собою маковеев и поэтому потерпели поражение в то время как говорится в следующем стихе шестьдесят третьем сам Юда и братья его весьма прославились перед всеми народами где только слышно было имя и собирались к ним приветствующие приветствующие в смысле восхваляющие после того вышел Юда и братья его и воевали против сынов Исава и заметьте что здесь используется библейское название Идумеев речь идет об Идумеях но он называет их по-библейски сыны Исава в земле лежащий к югу и поразил Хеврон и селение его и разрушил укрепление его и сжег башни его вокруг него это впервые после возвращения из Вавилона персидского плена евреи фактически занимают область Хевронского Нагоря она была тогда когда они вернулись в в конце шестого и начале пятого века до новой эры она была занята Идумеями и вот теперь впервые Хеврон территория Хеврона возвращается в руки иудеев и поднялся Иуда чтобы идти в землю иноплеменников напомню что под землей под землей иноплеменников обычно понимается обычно понимается филистимляне но здесь как бы это не очень ясно потому что дальше говорится прошел самарию но в более выверенных текстах маковейских книг маковейской книги первой маковейской книги тут сказано не через самарию через Марису Мариса или Марейша город который находился на территории иудеи был еще до этого древним ханаанским городом вот и действительно через Марейшу проходил кратчайший путь от Хеврона к побережью к землях филистимля и действительно дальше говорится о его войне на этих землях в то время пали в сражения священники желавшие прославиться храбостью безрассудно вышедшие на войне на войну на битву на такой не очень на самом деле ясный эпизод о каких именно священниках идет речь учитывая что сами маковеи тоже принадлежали к священническому роду видимо это какой-то аппендикс связанный с историей Иосифа и Азарии потому что это тот же тот же штанс да как бы кто-то выходит на битву желая прославиться да и и желание прославиться ведет неминуемо к поражению но при этом как бы вот о каких именно идет речь здесь священника это остается непонятно после чего иуда мы снова возвращаемся к иуде оказывается доходит до аждода да то что здесь называется словом азот землю иноплеменников разрушил там их жертвенники сжег огнем изны изображения богов взял добычу городов и возвратился в землю иудейскую а здесь как бы поставим некую точку да мы видели что есть в этом историческом описание неясные моменты на один из которых вот боря обратил внимание здесь тоже не очень ясный момент касающихся касающихся участие в войне священников вот но в целом мысль автора ясна да тот кто идет путем Моше Иошуа Беннуна Ионатана сына Шауля Давида эти люди побеждают потому что бог с ними они побеждают многочисленных противников и очищают все земли которые согласно библейским текстом должны принадлежать народу Израиля они очищают его от язычества от языческих культов и постепенно возвращают эту землю в руки Израиля то есть Иуда это как бы из этой главы ясно не только освободитель Израиля от чужого ига он еще и тот кто возвращает народу Израиля его земли и подобно Давиду дает филистимлян здесь автор что 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 непонятно он его завоевал но не заселил тут не говорится что он его заселил тут говорится про Хеврон кстати тоже не говорится что он его заселил а пока что эта глава говорит о об об уничтожении всяких языческих символов и о разрушении их жертвенников в ряде случаев об уничтожении жителей которые там находились вот в Заярдане да он пока о заселении не говорит но на самом деле дальше в первой маковейской книге речь как бы идеи постепенного распространения Израиля по на территории освобожденных земель будет упомянуто на самом деле это не кончается с поколением с поколением иуды и вообще его братьев это как бы некая сверхидея хасманейской династии хасманейская династия которая возвращает землю Израиля и постепенно как бы их вытесняя язычников заселяет эти земли этим путем пойдет Йонатан Шимон сын Шимона Йоханан Геркан сын Йоханана Геркана Аристабула затем Йуда Аристабула затем Александр Янай то есть это как бы общая линия хасманейской династии которую автор первой маковейской книги как ее глашатой усиленно проводит кстати касательно Хеврона в конечном счете как бы решение которое будет принято касательно Идумеев но это решение будет принято уже во времена Йоханана Геркана первого который то ли насильственно то ли полу насильственно это не очень ясно обратит Идумеев в иудаизм об этом рассказывает Флавий это не рассказывается в первой маковейской книге потому что первая маковейская книга хотя и написана была судя по всему уже во втором поколении Хасманейской династии но она как бы оканчивает свое повествование смертью Шимона Симона брата Иуды который и основал фактически Хасманейскую династию здесь мы переносимся к истории царя где находится Антиох Антиох напоминаю вам сам Антиох отправился в Персию чтобы пополнить с одной стороны свою казну а с другой стороны как бы подавить подавить различного рода волнения которые происходили происходили в восточных районах восточных районах империи об этом рассказывалось в третьей главе вот и вот он там находится как как там сказано он идет написано через верхние области на самом деле в греческом тексте написано идя через внутренние земли внутренние земли подразумевается значит как бы земли селевкидского царства на востоке услышал что есть в Персии город или маида значит судя по всему имеется в виду элам 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 это собственно не город а древнее государство большое царство которое свое время как бы угрожало угрожало вавилонином но впоследствии как бы оно было вошло стало частью персидской империи как бы после завоеваний кира когда кир стал основал кир великий основал персидскую империю она как бы элам вошел и стал ее частью вот здесь почему-то это называется городом славящийся богатством серебром и золотом а в нем храм весьма богатый есть там золотые покровы брони и оружие которые оставил там Александр сын Филиппа царь македонский первый воцарившийся наделинами здесь впервые после первой главы упоминается снова Александр на самом деле на территории Илама было довольно много разных храмов вот какой именно храм упоминается здесь трудно сказать некоторые считают что это храм Артемиды который упоминает Флавий и римские историки вот и вот он пытается захватить этот храм с тем чтобы пополнить свои финансы Антиох пришел и старался взять этот город и ограбить его но не мог потому что намерение его стало известно жителям города они поднялись против него войной и он обратился в бегство и ушел оттуда с великой скорбью чтобы отправиться в Вавилон значит мы понимаем как как строит автор маковейской книги своего повествования он строит его на контрасте да то есть после того что он писал победы иуды маковея который воевал с богом в сердце и на устах теперь он представляет нечестивца антиоха который хочет легких побед чтобы пополнить свою казну и укрепить свою власть и значит вот этим объясняется поражение антиоха при этом тут автор достигает допускает некоторую некоторую неточность значит то то есть то есть не очень ясно исходя из того что здесь написано дошел ли антиох до вавилона вот но мы знаем что антиох в реальности умер он не достиг вавилона умер на севере вот и значит не очень ясно опять же из этого текста в каком месте конкретно происходит встреча антиоха с послом а тогда пришел некто к нему в персию с известием что ополчение ходивший в землю иуды обращен в бегство что лисий которого он оставил в качестве своего заместителя ходил с сильным войском впереди всех но был поражен иудеями и они усилились и оружием и войсками и многими добычами которые взяли от пораженных ими войск то есть то что хочет чего хочет достичь достичь нечестивец антиох и не может этого достигает казалось бы гораздо более слабый противник иуда что они разрушили мерзость которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме это интересное место заметьте трудно себе представить что посланец говорит антиоху что иуда разрушил мерзость то есть истукана идола который был воздвигнут над жертвенником в Иерусалиме понятно что это тут мы слышим голос самого автора то как он воспринимает это 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 изображение это это воздвигнутое воздвигнутое культовое сооружение да как бы он так же точно как и автор книги Даниэля называет это шекец или шекуц вот они разрушили эту мерзость а святилище обнесли высокими стенами а также захватили байцур и когда царь слышит эти слова а он сильно испугался и встревожился упал на постель и впал в изнеможение от печали что не сбылось так как он желал и много дней пробыл он там ибо возобновлялась в нем сильная печаль он думал что умирает да значит как бы царь царь впал в депрессию но эта депрессия на самом деле означает приближающуюся смерть во всяком случае так царь это чувствует и он созывает своих близких и говорит удалился сон от глаз моих такой тоже типичный гибраизм и сердце изнемог я сердцем от печали и сказал я в сердце моем до какой скорби дошел я до какого великого смущения огорчения в котором нахожусь теперь а ведь был я полезен и любим в царстве своем да как бы действительно описывается в разных источниках щедрость и гостеприимство антиоха по отношению к своим близким теперь вот здесь мы доходим до некоторой точки экстремума теперь же я вспоминаю о тех злодеяниях которые я совершил в Иерусалиме и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно теперь я познаю что за это постигли меня эти беды и вот я погибаю от великой печали в чужой земле смерть антиоха в восточной провинции его империи это реальный исторический факт он действительно тогда умер умер в 164 году до новой эры можно ли каким-то образом предположить что перед смертью он считал что он умирает в наказание за то что он совершил в отношении Иерусалимского храма и еврейского народа очень трудно как бы представить себе это воочию судя по всему это трактовка автора книги Маковеев который жаждет чтобы злодей перед смертью понял что прожил напрасную жизнь что его наказывает Бог Израиль отметьте опять же мы будем читать это гораздо более распространенное исповедание так сказать Диоха во второй Маковейской книге где на каждом шагу будет упоминаться Бог Израиль здесь он опять же не упоминает Бога он все-таки стремится как бы оставаться в каких-то рамках реалий а вот я ограбил Иерусалимский храм я истреблял жителей иудеи за это меня постигли беды но понятно что с точки зрения автора книги Маковей за всем этим стоит Бог который наказывает Антиоха за его грехи интересно что когда он говорит что я умираю от великой печали в чужой земле это тоже он вчитывает в Антиоха свои библейские представления дело в том что ну во первых в конечном счете Антиох умер в пределах своего царства в восточных провинциях своего царства но дело в том что именно согласно библейским представлениям которые потом как бы были адаптированы в более поздней еврейской литературе в литературе эпохи второго храма а потом в раввинистической литературе нет более сильного горя чем умереть в чужой земле да поэтому там скажем тексты раввинистические говорят о том что как важно вернуться в землю Израиля и даже если не успел вернуться туда живой то хотя бы чтобы перенесли туда останки и там захоронили вот это вот это представление о смерти в чужой земле появляется впервые на самом деле в пророческих текстах например пророкомоз грозит своему сопернику противнику священнику амации что он умрет в чужой земле которая не чиста да адамат меа вот и автор первой маковейской книги как бы вкладывает в образ антиоха представления которые он сам черпает из библейских текстов после этой короткой здесь исповеди начинаются вполне реалистические вполне как бы ну такие не вызывающие сомнений подробности он должен как-то распорядиться по поводу наследия и призвал он Филиппа одного из друзей своих и поставил его правителем над всем царством своим это начало соперничество между вот этим Филиппом и Лисием которого он оставил вместо себя уйдя на восток дал ему венец и царскую одежду свою перстень чтобы он руководил антиоха сына своего и воспитывал его для царствования речь идет об антиохе пятом который был тогда ребенком в это время он был тогда десятилетним ребенком править не мог поэтому должен был быть регентом вот этим регентом становится Филипп и в самом деле умер антиох как сказано в 149 году опять же по македонскому летосчислению на самом деле по принятому летосчислению 164 год до новой эры и когда же Лиси оставленный в качестве заместителя царя узнал что царь умер то поставил вместо него на царство сына его антиоха то есть объявил об этом которого воспитывал к свое время в юности его и назвал его именем Эвпата значит пока что это представлено в такой форме намека но дальше Лисий и Филипп будут соперничать друг с другом из-за влияния на юного царя и из-за власти вот Эвпатар это кстати говоря не случайное прозвище оно обозначает буквально по-гречески хороший отец то есть Эвпатар антиоха Эвпатар это сын он был сыном как бы хорошего отца так как бы в названии сына вспоминают отца антиоха четвертого эпифана который с точки зрения их являлся царем который хотя бы частично возвратился левкидскому царству утраченное могущество из-за конфликтов с Римом между тем находившиеся в крепости под крепостью судя по всему понимается акра рядом с храмовой горой теснили теснили Израиль вокруг святилища и всегда старались делать ему зло а язычникам служить опору напомню что в акре находился с одной стороны языческий гарнизон а с другой стороны те которые та часть населения Иерусалима которые приветствовали эллинистические реформы антиоха эпифана и которые вынуждены были скрыться в этой крепости когда Иуда взял власть одну секунду я во время урока вижу урок тогда Иуда решил попытаться их выгнать и созвал весь народ чтобы осадить их то есть как бы окончательно установить свою власть в Иерусалиме и вот все собрались и осадили в 150 году то есть в 163 году до новой эры и устроил он против них стрелометательные орудия и машины но некоторые из осажденных вышли и к ним пристали некоторые из нечестивых израильтян эти нечестивые израильтяне упоминаются в первой Макавейской книге не один раз значит те которые не поддерживают освободительное движение Макавеев и каким-то образом да тут как бы сокращено все в очень очень кратко сообщается что они смогли дойти до царя царь в это время ребенок понятно что говорят то они на самом деле не с царем а с одним из его представителей то ли с лисием то ли с филиппом и пошли они к царю и сказали да коли ты не сделаешь суда и не отомстишь за братьев наших мы согласились служить отцу твоему и мы согласились служить отцу твоему и и и ходить по его законам следовать его повелениям а сыны народа нашего осадили крепость и чуждаются нас и кого из нас находят умерщвляют и имущество наше расхищают и не на нас только простерли они руку но и на все пределы наши то есть как бы это попытка попытка взять реванш это немножко напоминает опять же некоторые библейские тексты в которых есть вот мотив совета даваемому царю с тем чтобы издать какой-то очень жесткий строгий указ потому что иначе царство ослабеет да так это например в книге эстер когда советники ахашвироши говорят вот царица вашти отказалась прийти по твоему приказанию не только она значит как бы не исполнила приказ царя но как бы все царство теперь зашатается вот нечто подобное говорят здесь противники иуды и вот теперь осадили они крепость в Иерусалиме чтобы овладеть ее а святилище и бейцуру укрепили если ты не поспешишь предупредить их то они сделают больше этого и тогда ты не в силах будешь удержать их значит мы здесь поставим точку значит мы дошли до некой очень такой известной и драматической сцены о которой мы будем в следующий раз говорить и понятно что здесь эта сцена опять же служит контрастом смерти царя антиоха эпифана другая вторая смерть героическая смерть одного из братьев иуды или азара аварана который бросился под слона и пожертвовал собой это история которая вам имеет аналоги и в современной израильской истории мы на ней в следующий раз немножко задержимся заодно упомянем в этой связи кардинальное опять же отличие первой маковейской книги от второй что понимается под героизмом что понимается под освящением божественного имени это как бы два совершенно разных взгляда на историю вот и как бы эта история опять же непосредственно совершенно образом связана с событиями хануки которые мы будем праздновать скорости и с теми непростыми событиями которые происходят сейчас в нашей стране вот я здесь поставлю сейчас точку если есть дополнительные вопросы или замечания но самое время это сделать пожалуйста народ есть вопросы да если можно вас не слышно алекс алекс да да сейчас сейчас слышно сейчас слышно сейчас слышно до какой степени вот то что делает ягуда воины до какой степени они в принципе отражают реальную картину до какой степени они продолжают так продолжение вот так сказать истории танах ну это то что я пытался сказать сегодня на протяжении всего занятия значит в принципе ну как бы начать с того что это первоисточник да у нас нет более у нас нет скажем параллельного какого-то текста к нееврейского да который бы был либо современником этого текста либо написан чуть чуть позже да все другие тексты они как бы более позднего происхождения там и флавий иосиф римские историки которые это упоминают скажем николай дамаски придворный историк ирода значит есть первая и вторая маковейские книги значит они упоминают эти исторические события они по-разному их описывают и иногда между ними обнаруживается определенные противоречия но в целом можно сказать что по всей видимости события о которых мы читали имели место в реальности действительно происходили но также точно как и в самих библейских текстах которых ну в ряде случаев у нас есть основания сомневаться в их вообще какой бы то ни было исторически но есть немало текстов которые описывают вполне верифицированные известные исторические события но как они это делают они вкладывают в это описание во-первых определенные концепции эти концепции призваны объяснить исторические события эти концепции уже носят ну как бы некий можно сказать субъективный характер это зависит от позиции а кроме того в случае первой маковейской книги то что я все время подчеркиваю автор намеренно и постоянно старается своих героев изобразить как героев библейских скажем я этого не сказал но даже фигура антиоха эпифана умирающего здесь в чем-то может напомнить фигуру навуходоносора который хотя и умирает таким образом в книге Даниэль где это описывается смена власти в рамках уилонской империи но там описывается его прозрение понимание что он грешил против бога Израиль то есть автор маковейской книги ориентируется на эти образцы он пользуется как библейским языком книга же была написана на иврите он пользуется библейскими выражениями библейскими оборотами которые просвечивают скользь греческий текст греческий перевод и он пользуется библейскими образами и мотивами поэтому как бы нет однозначного ответа на тот вопрос который вы задаете как бы зерно историческое зерно в этих описаниях несомненно есть но они претерпевают определенную метаморфозу и вследствие того желания автора определенным образом их подать и объяснить и вследствие его желание идти путем который мы назвали деяния отцов знак его герои это некое повторение библейских героев да пожалуйста эмиль мы слушаем да у меня просто таких пару наблюдений я не знаю для размышления то есть с одной стороны я как-то сначала относился к этому скептически к тому что используется значит канон тор и текст значит вот в других книгах да вот то есть подход такой же дискурс как бы он повторяется все время да вот именно то что мы находим значит и в Торе вот в других книгах но я понял что в этом есть какой-то положительный момент то есть это как бы все объединяет такой вот историю в одно целое как одна одна цельная как бы все это от священного происходит и с другой стороны даже что эти все события и все они интерпретируются как бы вот похожи одни на других да то есть в этом есть какой-то интересный такой вот ну фольклорный мне может быть кажется такой вот момент вот и в нем есть какой-то положительный мне кажется момент тоже вот что все вся история евреев она как одно целое из этого получает я только единственно не уверен имели в том что здесь правильно пользоваться термином фольклор потому что мы имеем дело с литературным произведением которое в данном то случае не является как бы переработка каких-то устных традиций это скорее как бы произведение цельное написанное придворным историком хасманеев так по крайней мере предполагается большинством исследователей сегодня вот и автор писал его изначально я не знаю это годическая литература такая ну в каком-то смысле получается то есть я использую фольклор просто не в прямом таком уже смысле да то есть я даже не знаю что называть непосредственно фольклором в еврейской мысли да в еврейской литературе да то есть его нет вот поэтому я использую это понятие это один момент а второй момент вот который мне тоже как бы заставил задуматься это то что вот то что видят значит маккабим как бы какие-то отклонения от канона да как они становятся царями как они становятся коинами и так далее и соответственно их как бы как сказать немножко это отбегает с другой стороны очень педантичное отношение к всему тому что относится к чуду да то есть аллахот как зажигать свечи какие свечи какое масло и то есть вот такая вот странная двойственность такая да как бы маккабим они как бы да ну вот а вот то что всевышний им помог да это вот он совершил такое чудо но не связывается то что их как бы героизм и все они как бы связаны видно с этим чудом всевышнего или мне так кажется только вот мы это имели обсуждали в прошлый раз вот это взаимоотношение раввинистической это интерпретация этих событий того что было в истории описано в маковейской книге да это не совпадает это верно об этом написано на самом деле огромное количество исследований вот это отдельная совершенно тема вот но в целом да претерпевала постоянные метаморфозы и со временем видоизменялось но как бы очень признано и очень разрабатывается в общем то верно верно но то что для нас важно в данном случае это то что мы сейчас читаем как бы самый ранний источник касающийся вот этих событий а вот как они воспринимались изначально да спасибо еще у кого-то есть вопросы вопросы замечания еще у кого-то есть друзья значит если нет то разрешите во-первых поздравить вас с наступающим праздником ханука те кто находится в малия думим имейте ввиду что в течение праздника ханука в культурном центре маханаем будет довольно разнообразная программа в эти дни вот и опять же я хотел бы закончить пожеланием победы убедительной победы нашей армии и чтобы солдаты наши возвращались целыми и невредимыми оттуда и чтобы вернулись заложники спасибо за внимание спасибо следующее было как обычно что что ну я я как бы если ни у кого нет возражений не стал бы отменять занятия тем более что то что мы о чем мы говорим непосредственно связано с ханукой да окей придите за нашими сообщениями так как представляется сейчас то да да ханукасаме ханукасаме чтобы у нас были основания петь с полным пониманием маукссурьешуате да окей всем счастливо пока